Секция баскетбола закрывается. Такой слух взбудоражил родителей детей, посещающих занятия во дворце спорта Пушкина. Связано непосредственно с портом, что мешает регулярной тренировке. Вот это в общих чертах текст письма. И здесь у нас такое некое количество подписей и копию мы передали. Куда копия отправлена? В администрацию. Три места. Администрация депутатов прокуратуры. Сколько детей занимается в этой секции? 85. Сколько? 85. Отменяли уже занятия? Когда? В связи с выставками. Отменяли. И неоднократно. Сколько раз в этом году? У меня таких данных нет. Ну, были отмены. Периодически отмены бывают. И куда дети уходили? На улицу. Вот так. Неужели дворец спорта вместо того, чтобы заниматься оздоровлением населения, зарабатывает деньги на коммерческих выставках и закрывает спортивные секции, которые якобы портят пол своими спортивными занятиями? Разобраться в этом вопросе было решено на совместном собрании родителей, дирекции дворца спорта и представителей администрации Пушкинского района. Поэтому извините за это нечего. Давайте постараемся, как конструктивнее есть. Разговор начали осторожно. Директор осторожно сетовал на родителей, что не пришли к нему, а сразу с письмом госпоже Смайловской в администрацию. Представитель администрации осторожно посетовал, что сразу написали письмо в прокуратуру. Родители осторожно прикрывали любимого тренера, заявляя, что собрание – это их инициатива. Как и предполагалось, основной темой стал финансовый вопрос. Нашли несколько вариантов, но все они не дешевые. От 500 тысяч до миллиона. Да уж, приличные деньги. И вот уже родители входят в положение дирекции, вынужденные зарабатывать деньги, так сказать, нетрадиционным способом и уже согласны за свой счет организовать летний лагерь. И выезды на соревнования, и слышны примеры бесплатного труда тренеров. Вас упрекали, что деньги от проведения выставок вы себе присваиваете? Никогда. Нет, упрекали, значит, просто люди, которые не знают. Но я сегодня доложил, что вложено в развитие Дворца спорта, ну, сумму даже боюсь говорить, сумма сложная, серьезная. И я готов эту ситуацию за каждую копейку. Я себе сказал, 70 миллионов рублей за 4 года от предпринимательской деятельности Дворца спорта вложено исключительно в содержание развития Дворца спорта. У вас есть недвижимость за границей? Нет, недвижимости за границей нет. Ну, а что же с баскетболом? Понравилась мне открытая, по мушке честная позиция заместителя главы администрации Александра Владимировича Малахова. Секция баскетбольная будет работать. Неправильно ставить вопрос, почему это не работает, да, нужно ставить вопрос, как сделать, чтобы это работало. Как надо, как сделать, чтобы стойки были заменены и сподзал работал. Но стойки будут заменены до конца года. Это вы обещаете. Еще раз, есть хозяйствующий субъект, который называется Дворец спорта, да. Руководитель хозяйствующего субъекта Виктор Васильевич Тедовской, да, объяснил, что в планах есть их приобрести и до конца года их приобретем, да. Есть. Та помощь, которую необходимо, посильная помощь, которую необходимо прямо сейчас организовать от лица администрации, да, мы ее точно так же окажем. А помощи нужно много. Это и фундамент, и фасад, и подпорная стенка, и парапет, и кровля, система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожарообеспечения. Это укомплектованность Дворца спорта современными техническими средствами. Мы сейчас как капель слышим. Это весна у нас такая? А вот посмотрите, пожалуйста. Капель – это потому, что качество кровли таково. Смотрите сюда. Если я говорю капает, все думают капкан. А если я говорю интенсивность наполнения ведра, примерно за полчаса ведро, вот такое большое, это уже не течет, это льет. И что с этим делать? Нужен капитальный ремонт крыши. Что у нас с баскетболистами? Это вот есть та самая стойка? Это вот та самая баскетбольная ферма, весом полторы тонны. Она здесь предназначена для того, чтобы ее редко, ну может раз в год, два раза в год можно было ее перемещать. А мы перемещаем ее шесть раз в неделю. И поэтому вот эти вот вещи появляются. Полосы, потертости, выщербления. Что наносит большой урон самому паркету Дворца спорта. И это опасно как для баскетболистов, которые могут пораниться в выпадении, так и для мини-футболистов, так и для художественной гимнастики, которая здесь проходит. Вот эта ферма портит паркет, основательно портит паркет. И все же непонятно, почему вопрос о китайских счетах и паркете не стал во время приемки здания. И почему, а точнее, как сказал Александр Владимирович, как сделать. Так вот, как сделать, чтобы новый ремонт не оказался очередной финансовой дырой? И чтобы новые баскетбольные счеты не пришлось менять через год? И чтобы администрация без писем помогала нам? А то же мы готовы. Народ у нас осторожный, но добрый. Можем ли мы как-то помочь вам в том, чтобы донести до администрации эту нужду?